Маленький пример. Берем текст, форма, структура, то есть как развивается идея, да, сделали, и это проясняет, уже указывает нам на особенности содержания, о чем идет текст. Ну, некоторые подходы, они не сильно, сразу там, о чем текст, я люблю сначала вот разобраться, вот, ну, почистить структуру, вот ее как, все идет, 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 и потом это мне проложит путь содержание, да, о чем, о чем, ага, вот я вижу, то есть главные элементы, все, все раз, раз, что утверждается, чем подкрепляется, чем объясняется, что, где аргумент, где его подтверждение, и так далее, и так далее. Это очень важно, особенно, когда, помните, в послании Ефесянам Павел говорит, что одних он поставил, ну, апостолами, пророками, евангелистами, учителями, пасторами, учителями для снаряжения, да, как там, для созидания церкви, да. Сейчас я, чтобы не быть делословным, так вот открою себе. И вот это бывает целый спор между пасторами, философия служения, у нас вообще в основе философии служения, что вы нам придумаете, у нас Библия в основе, вот мы вот, нас это 4, 11, вот вся наша философия. И вот, и он поставил, к совершению святых на делослужение, вот наша функция, совершать святых на делослужение. Ну, подожди, это цель или это инструмент? Ну, понимаете, да? То есть цель приготовить всех на делослужение, ну, это не может быть целью, это инструмент, это средство. Цель какая? Созидание тела Христова. То есть чуть-чуть не дошли, не дотянули, да, то есть это очень важно понять, что цель, что инструмент, потому что можно, помните, я говорил такую метафору, это у нас был такой строительный сезон, я взял фотографию, леса, вот, знаете, леса, когда стройка, выгоняются леса, вот эти вот там, и там работают рабочие. Так вот, леса, это не цель стройки. Женщины, все сестры, понимаете, что такое леса, да? То есть это вот, то есть только леса, леса, это, Лиля, Лиля, ты понимаешь? Объясните. Когда строится дом, эти выгоняются такие, там доски стоят, и чтобы можно было подниматься, вот это вокруг стройки, эти вот леса. Так вот, леса, это не цель стройки, это средство. Так вот, здесь то же самое, приготовить народ, это леса, это мы выгоняем леса, и апостолы, это все леса, это не есть средство, цель. Цель есть созидание тела Христа, но опять же, а что такое созидание? Это доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть, чтобы мы все, в нас, мы созрели в Христа все вместе. Вот она цель, вот, что значит дом строится, потому что проходит 10 лет, смотришь, а что там у вас внутри лесов, там что-то построилось или нет? У нас такое служение, у нас там это, ну это классно, а вы уже на Христа стали похожи. Ну, понимаете, да? И здесь тоже, вот, и при том, что это очень важно для вас, для мессианского еврейского и еврейского суда, потому что Павел здесь начинает богословие, потрясающе, эфесянам это просто венец богословия Павла, обычно ставят там в основу послания к Кривенам, но эфесянам это просто бомба. И он, интересно, опять же, эта идея примирения евреев и язычников во Христе, он начинает, особенно это видно по местоимениям в первой главе, то есть, мы сейчас нет времени, но там вот, помните, ключевые слова, он говорит, что мы получили, мы, мы, а потом и вы, то есть, мы, мы, он говорит, от лица евреев, а потом и вы, говорит язычник, а потом он соединяет их, и теперь наша общая задача, чтобы Христос у нас был, вот это, все остальное леса, апостолы, пророки, евангелисты, пасторы, и пасторы готовят всех на служение, это не цель, это средство, доколе мы не придем вот в единство веры, вообще в единство, пока у нас не созреет Христос, и это отношение, это все, понимаете, да, вот в тексте, поэтому нужно разложить текст и посмотреть, где точка стоит, где стоит точка, где есть цель, к чему идет текст, да, потому что это вот, ну, оставить это вот, чтобы Христос в нас, да, если так все это расшифровать Павлова там, тогда наша цель, возьмем, допустим, пастырская конференция, наша философия служения, это снаряжать святых на служение, а мы такие, а что такое служение, это чтобы было побольше лидеров прославления, побольше лидеров домашних групп, побольше, ну, даешь стране угля мелкого, но много, помните этот фильм этот про шахтеров, ну, и что, ну, да, ну, куча у нас лидеров, ну, много у нас библейских групп, ну, там, сцена уже не вмещает всех желающих петь и танцевать, там, ну, просто флаги уже, ну, просто, ну, замелькались по всей, ну, и дальше что, дальше, ну, собрали металлолом везде, сдали, потом собрали мусор, запиарились, вот, сняли ролик, вот такая церковь, там, собрала там мусор в всем городе, опа, аллилуйя, здорово, дальше что, стало ли Христа больше, понимаете, цель, а это нужно, значит, дойти до конца логики, риторики текста, вот, поэтому вот структура, раз, это логическое преимущество, подошел, ага, увидел, ес, потом содержание, потом думаешь, какова функция, и уже от этого строим проповедь, так, дальше идем, что у меня там, ну, вот, просто, опять же, там, яблопроповедь, стань смелым с Божьей мечтой, да, вот, и мечта, это вот, все, опять же, это царство Божие, все, ну, Божья слава по всей земле, вот это вот, в этом контексте у меня вся власть, идите все, ну, идите тоже все, научите всему, и я вас, то есть, ну, проложил, значит, я буду идти в проповеди, вот, таким же самым путем, ну, вот, опять же, я говорил, этот, филиппийцам, да, тоже, берем этот гимн, и, смотрим структуру, у вас там есть в старых, этих, конспектах, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, и вот тоже идет перечисление, как это, ну, парализм, да, синонимический, каким образом, уничижил, приняв образ раба, сделался подобным человеком, по виду став, как человек, потом уничижил, смирил себя, то есть, это уже вновь, это главнее, да, глагол действия, чем вот это вот, значит, уничижил себя, потом вот, смирил себя, опять, развитие, был послушным даже до смерти, и смерти крестной, и вот крест, вот он, значит, здесь в периодный момент, поэтому, и Бог превознес его, и дал имя ему выше всякого имени, то есть, Бог превознес, и дал ему выше всех, одна и та же идея, чтобы, дал ему имя выше всех, значит, чтобы перед ним теперь преклонилась всякая колено, простите, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, значит, вот преклонилась всякая колено, и всякий язык исповедовал, то есть, одна идея, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца, но здесь интересна функция этого гимна, сам по себе гимн, такой христологичен, все, но в послании, мы должны посмотреть, что он включен в моральный контекст, то есть, в этический контекст, потому что Павел пишет, что, чтобы вы имели одни и те же мысли, помните, это вторая глава, чтобы, молюсь, чтобы вы имели одни и те же мысли, что думали одинаково, чтобы не о себе только каждый заботился, и не о своем благе думал, но и о благе друг друга, а и молюсь, чтобы ваши были мысли, как во Христе, и вот он пишет, как во Христе, смирение, уничижение, и так далее, и так далее, то есть, мы видим контекст, вот даже, и вот, пожалуйста, пункты для проповеди, это что такое, объяснительная проповедь, да, ну, так как проповедь, это не лекция по экзегетике, гимна, а проповедь, которая убеждает или вдохновляет что-то сделать, то что вы здесь, вот, на том, на этом тексте, чему можно, на что вдохновить, или на что убедить, чему убедить можно церковь? Ну вот, качество, в каком-то определенном, ну, действии, просто так, давайте будем похожи на Христа, окей, в чем, да, да, чтобы дальше, дальше, я вдохновлюсь, что да, мне нужно быть похожим на Христа, но, в чем именно, в смирении, да, то есть, в удержении, это дает основание для того, чтобы я, потому что, мы все думаем о себе, да, послушание, и так далее, и так далее, к чему мы хотим, и тогда, окей, выше, дальше, что? Ну, означает, а что мы, вот ты вышел, и вот мы сидим, мы сидим, ерзаем, ждем, так что делать, мы такие уже взвинченные, было такое прославление, нам только нужно сейчас, что-то делать, и мы не знаем, что, что нам делать, в чем, в чем, опять же, видите, хорошо, послушание, в чем, а здесь, смотрите, вот есть, например, и всякий язык исповедовал, давайте сейчас пойдем, и в нашем городе будем исповедовать, имя Иисуса Христа, и там тем, что мы там, расскажем соседу Евангелие, или там поможем, тете Соне, там, починить кран, и скажем, что мы это сделали, во славу Господа, то есть, ну, какое-то конкретное действие, то есть, мы идем исповедовать имя Иисуса Христа, потому что он такой великий, такое величие, он смирил себя, все, мы идем, смиренные все, служить этому миру, или проповедовать, если нам нужно рассказать Евангелие, либо действительно, во славу его сделать, вот, кстати, вот, когда я начинал цикл по Павлу, интересный момент, он был такой, заводной, когда был, ну, экстремальным иудеем таким, ультра, ультрас таким, и таким же остался, когда, то есть, с тем же за Павлом, как он шел в Дамаск, так он туда дальше и пошел, только уже с другим, да, и вот интересный момент, да, у каждого у нас есть какая-то особенность нашего характера, в данном случае у Павла такая вот последовательность, запальчивость, такая взвинченность, да, такое вот у него, от природы, и есть у нас у каждого такая одна способность, которая характеризует нас с положительной стороны, да, допустим, кто-то говорит, вот я не знаю, ну, какое у тебя качество обычно, я вот, я могу просто сидеть и слушать, слушай, здорово, множество людей нуждаются, чтобы их выслушали, и кажется, ну, что это за заслужение, ну, что, пойди в больницу, к больной ему там, брату или сестре, сядь, рядышком, возьми руку, и слушай, что человек тебе расскажет, ты час, два последних послушаешь, ему станет легче, это несерьезно? Многие люди нуждаются, чтобы их просто сели, ну, не балаболы, которые там, нужны уши свободные, да, или, ну, какое качество тебе есть, ну, у меня есть такое вот терпение, да, слушай, я сейчас подведу к человеку, вот его нужно вытерпеть, то есть масса вещей, у каждого есть какая-то, ну, способность, смотрите, не дар, неумение, да, способность, какая-то черта характера, которая, в принципе, такая, ну, основная, да, которая, в принципе, нас характеризует, тихоня, или наоборот, слишком разговорчивый, активный, или, значит, возьмите одну, одну вашу способность, приложите ее к одному делу, во имя Иисуса Христа, и увидите, как будет здорово, как поменяется мир, и вы сами, то есть, понимаете, да, одну всего лишь вашу способность, для какого-то одного конкретного дела, да, это если мы сейчас призываем к молитве, опять же, смотрите, мы должны запомнить, да, проповедь, это тема, а что я хочу этой темой достичь, помните, мы сегодня начали, то есть, какую основную истину, какую истину я хочу научить, чтобы поняла аудитория, и что они должны с этим делать, понимаешь, делать, если мы включаем список делания, молитва с властью, значит, давай, значит, призывать, но мы не только молимся, мы же не только люди молитвы, люди отношений, люди действий, люди поступков, да, то есть, значит, да, вот можем, но проповедь должна иметь глагольное действие, то есть, помните, тезис, я хочу своей проповеди, убедить или вдохновить, сделать, Иисус властелин Господь, окей, что теперь с этим сделать, с тому подчиниться, да, и в каком-то деле смириться, да, то есть, и так далее, то есть, всегда нужно сформировать глагольное действие, что с этим делать, что я теперь буду с этим делать, я просто не, это не просто, чтобы я себе записал свое кредо исповедание, еще одну доктрину хорошую, или истину, ну да, ну хорошо, ну, есть, как, да, согласен, смотрите, есть вещи очевидные, то есть, молитва, если ты видишь, что люди перестали молиться, да, вообще, или вялая, то есть, нужда, да, нужда церкви, вялая молитва, никто, значит, нужно побудить, или вдохновить, если это окей, ну молимся, все нормально, то есть, поэтому можно это включить, но еще целый спектр, но главное, чтобы это было в действии, все понимаете, да, цель проповеди, не сообщить какую-то истину, а применить какую-то истину, конкретном, в одном применении, которое вы должны указать человеку, эти проповедования отличаются от обучения, которое тоже должно быть, в классах, в семинарах, это может быть и на проповеди, то есть, ну обучение, но мы сейчас говорим о проповеди, как событии, как действия, то есть, я беру это для проповедей, всем понятно, да, проповедь не сообщает истину, проповедь трансформирует истину, вдохновляет или убеждает эту истину, применить в какой-то сфере нашей жизни, вот чем отличается проповедь от обучения, лекции или семинара, это еще раз, если вот это поймете, тогда вот, ну, откроются двери, трансформирующую проповедь, без меня, то есть, проповедь не сообщает, не информирует, она трансформирует, мы должны помочь человеку эту истину воплотить, применить в каком-то конкретном деле, которое тоже мы должны сказать, просто, а теперь вот подумайте, где, если там мы на сообщение, можно закинуть, как вы думаете, где можно это применить, когда люди, ага, то есть, сами активизируют память, думают, но это, в принципе, если у нас хорошая интеракция, вы заснули, я хочу вас вернуть, ваше внимание, но на самом деле, я уже должен проложить путь, показать, где это дело, это служение, пророческое служение проповеди, учительное там, какое хотите, но это проповедь, проповедование, не лекция, не обучение, есть, этот текст понятен, да, давайте посмотрим еще какие-то тексты, ага, вот интересный момент текст, да, смотрите, тут очень это, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одни, если послушает тебя, то приобрел ты брата твой, видишь, тут видите, если то, как уже легко, то есть угадывается, какая идет логика, если же не послушает, да, второе утверждение, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех, видите ли подтвердилось, всякое слово, да, налупили там, в общем, признавайся, если же не послушает их, скажи церкви, видите, три уже равнозначных утверждения, которые там, ну, где-то развиваются, до своего логического конца, а если и церкви не послушает, смотрите, после трех, если же, да, а если и церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь, бедная мытарь, а потом смотрите, интересный, есть параллелизм, да, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе, здесь идет параллелизм, и немножко как, и в общей форме, ну, миризма, да, то есть небо-земля, вот, а в чем, к чему подводится все, истинно, так же говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы вы не попросили, будет им от Отца Небесного, ибо где двое или трое собраны, вы имя мое, там, я посреди них, так, какие еще мы можем структуры, так, это мы все видели, все это говорили, а, нет, и так, все остается теорией и информацией, если мы не начнем это все делать. Мы за эти пять дней, ну, многое или все мы не смогли, но идея была у меня проста. Это было введение в теорию и практику проповедь, так. Гомилетика – это такая обширная дисциплина, которая имеет еще некоторые специальные, направления или специальные курсы, которые будут касаться, например, более такого углубленного подхода к изучению Писания, или даже проповеди из каких-то определенных книг Писания. Есть, я вам вчера говорил, да, есть там проповедь, там, курс как, или книги, как проповедовать Христа из Ветхого Завета, или книги Бытия, или проповедь из Псалмов, проповедь из Апостола Павла, проповедь вообще из Ветхозаветных повествований, или проповеди на притч Иисуса Христа, то есть уже такие специализированные, да, то есть проповеди, или будет Гомилетика рассматривать глубже или тоньше там вопросы коммуникации, то есть как коммуницировать, как доносить лучше информацию, то есть какие, как подбирать поиск там иллюстраций, примеров и так далее, то есть это масса. Мы сделали только введение, то есть это всего лишь введение в теорию, практику проповеди, но проповедь это то, как бы из разряда действия, то есть практики, если не начать, ну это практиковать, то это скоро все, знаете как, и все. Я не знаю, как вы дальше будете, кто будет из вас проповедовать или не будет, кто сейчас проповедует или нет, но может многие из вас, если вы будете служить, будете произносить какую-то речь, так ведь, какое-то устное сообщение, поэтому самое важное в этом устном сообщении, будет это проповедь, или будет проповедь перед поклонением, или будет там сама проповедь, я хотел вам сказать, что проповедь, именно проповедование состоит из трех частей, можно по-разному определять, дать дефиницию проповеди, но проповедование состоит из трех частей, это библейское содержание, это сама структура, или форма проповеди, и тоже главное коммуникация, и все элементы очень важны, если нет библейского содержания, какая бы ни была увлекательная манера речи, коммуникация, какие бы примеры ни приведились, это не будет проповедь Божьего Слова. Если есть библейское содержание, но оно никак не выстроено, не структурировано, то есть такое компактное, то есть оно не построено на принципах единства, последовательности и как там третий гениальный компонент, сейчас у меня уже память, и выразительности, то есть если это не будет форма такая выразительная, то не будет коммуникации. И третий момент, коммуникация, то есть это внимание, это внимание в начале проповеди, во время проповеди, и насколько мы привели слушателя к тому желаемому результату, на который надеетесь. Помните эту теорию нашей коммуникации? Еще раз мы посмотрим. Итак, мы берем библейское сообщение, в первую очередь мы вступаем с ним в коммуникацию, мы работаем с текстом, мы изучаем его, нам нужно его понять. Потом, как только мы изучили текст, мы формируем гомонитическую идею, то есть идею, и потом, то есть что мы хотим сказать? Помните, здесь мы берем один текст, одна тема, одна библейская истина, и одно применение. То есть мы уже видим, что хотим сделать. Мы формируем сигнал, и потом делаем структуру, делаем план проповеди, то есть либо мы пишем, либо мы запомнили, делаем PowerPoint, но у нас должна быть форма, структура. Затем мы вступаем в коммуникацию, дальше передаем сигнал получателю. И здесь вот мы говорили сегодня, то есть как, лучше вот когда есть карта какая-то, с чего начать, допустим, я, вы, Бог, мы, то есть вы и мы, то есть вся эта схема, то есть все это работает на то, чтобы донести, донести этот сигнал, донести дальше и вложить в это в сознание. То есть мы хотим вдохновить, или мы хотим убедить, но что-то делать, и вдруг получатель понял, и, конечно же, будут шумы, но нужно их преодолеть. И получатель понял, значит, наша коммуникация, наша проповедь, Божье Слово достигло своего назначения. И между источником информации и Божьим Словом, а мы были его ретрансляторами, передатчиками, установилась взаимосвязь, коммуникация. Потому что, помните, я сказал, что главное коммуникативное намерение, желание библейского текста, чтобы мы были его ретрансляторами, передали его дальше. Так было всегда. Родители передавали детям, пророки, народу, учителя, проповедники, апостолы учили. И в этом миссия библейской проповеди. Совершить эту коммуникацию. Ну, в принципе, я уже не знаю, не хочу вас уже томить. Не знаю, что можно добавить к этому. Ну, идите, ступайте и научите все народы. Проповедуйте им из одного текста, одну тему, об одной библейской истине, для одного применения. И да пребудет с вами во все дни до скончания века Ишуа Машьях. Аминь.